Почему тут до сих пор в Украине, если у нас стратегический партнер Соединенных Штатов, почему у нас до сих пор литиевые месторождения, они разрабатываются Илоном Маском, например. Вот мы вроде как говорим, что мы идем на Запад, декларируем, и в Конституции написано. Но вот, допустим, титановое месторождение отдано гражданам Азербайджана. Вот сейчас, буквально на днях самое большое, которое одно из самых больших в мире месторождений. И промышленные цепочки, титановое. Вот мы отдали Азербайджану. При том, что Airbus производится во Франции, ну во Франции, Германии, ну и европейскими, да. А Boeing производится в Соединенных Штатах. Это две самые большие компании, которые обслуживают весь вот этот вот флот Аэро. Ну в мире Airbus и этот самый, и Boeing. И это наши стратегические партнеры. А Титан используется в авиастроении. А месторождение мы отдаем азербайджанцам. Вот объясните мне кто-то, вот кто-то, кто-нибудь, объясните мне, что это такое. Ну как это работает? То есть мы декларируем, что мы идем туда, а месторождение отдаем в другую сторону. Вам не кажется, что это странно, по меньшей мере? И я могу таких примеров бесконечно. Что с этим? Что, почему Илон Маск не производит у нас литий? Ну и вот я могу бесконечно. У нас торговые представители, я помню, я задавал когда-то вопрос давно, я могу ошибиться, да. У нас был один торговый представитель в Канаде, с одной из самых больших украинских диаспор в Канаде, где люди получают должности, становятся сенаторами или конгрессменами, как там у них правильно, да, становятся высокопоставленными чиновниками, судьями украинского происхождения в Канаде. И у нас там был всегда один торговый представитель. А у России там было тысяча торговых представителей в Канаде в тот момент, когда Украина был один. Вот это как им можно объяснить? Поэтому вопрос внутренней политики, из которой вытекает внешняя, от задач, а потом инструментов, которые принимаются, и профессиональных людей, которые могут это обеспечивать. Вот и все.